Как вы считаете? Уже бессмысленно же делать перерывы какие-то, правда? Вот мне тогда как поступить? У нас это называется дискуссия. Давайте я вам покажу пять слайдов, коротко-коротко, которые подводят итог нашему дню. Дальше мы с вами что-то говорим, или же вы, Алексей Викторович, вносите некую интригу, на которую наши оставшиеся слушатели должны клюнуть как на приманку и начать задавать вопросы. Потому что я не знаю, как еще сейчас поступить. А вот как мне получить те самые слайды, которые нужно бы показать? А, ну вот, ну вот. Хорошо, тогда в российских реалиях. Ну, на самом деле, не в российских даже реалиях, а в реалиях таких, которые везде реалии. Вот смотрите, значит, что мы... Я сейчас сразу объясню компоновку этого слайда, чтобы было понятно, что я этим хочу сказать. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть вариантов лечения меланомы. Первый вариант лечения – химиотерапия. Для простоты мы говорим об однолетней, об однолетней или нет, это сколько? Ну, грубо говоря, да, общая выживаемость 12 месяцев, выживаемость без прогрессирования 12 месяцев. Мы смотрим на медианы, которые мы имеем, по-моему, да нет, они все примерно в одно время вышли, и тут уже разницы никакой нету. Смотрим, смотрите, уже выживаемость без прогрессирования существенно выше, чем при химиотерапии. И уже вполне приличная общая выживаемость на отрезке одного года. Следующим новшеством было внедрение ингибиторов программируемой смерти лимфоцита. И что они привнесли? Они привнесли очень интересные результаты. Будучи не, собственно говоря, не противоопухолевыми препаратами, а иммуно-онкологическими, они показывают очень высокую противоопухолевую эффективность. И общая выживаемость одногодичная достигает 70%. А была она в районе 40-30 максимум процентов. Следующими, зелененькими, стали брат с сестрой, о которых я сегодня говорил, да? Братец Берафушка и сестренка Мекушка. И посмотрите, как сильно комбинированная таргетная терапия привела к улучшению результатов годичных. Что касательно и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости, уже 75%. Представляете? Что дальше? Ну, пока что дальше только иммуно-онкология комбинированная. Это применение уже известного эпилемумаба плюс PD-1 ингибиторы. И они показывают примерно тот же самый результат. То есть, ноздря в ноздрю идут. Две технологии или два направления. Одно направление – это таргетная, в общем-то, химиотерапия, потому что это химиопрепараты. А другое направление – это иммуно-онкологическое, которое никакого отношения не имеет к классам противоопухолевой терапии. А исключительно иммуно-онкологическое, то есть иммунное воздействие на клетки иммунной системы, в первую очередь на лимфоцит. Либо усиление его, точнее сказать, растормаживание его естественного, так сказать, состояния. А второе – это спасение его от гибели в микроокружении опухоли. Значит, вот сегодня мы говорили об этом всем. И, безусловно, мы видим реально прогресс. Этот прогресс прошел на наших глазах в течение пяти лет. А до этого – 35-40 лет одного и того же. Никаких изменений, да? И сегодня мы говорим, что это же далеко не конец, это только начало истории. Поэтому я думаю, что очень важным для нас является понимание того, что мы находимся в каком-то фрагменте незаконченного движения высоко вперед. И можно говорить, конечно, еще раз об особенностях иммунотерапии, об особенностях таргетной терапии. Но как бы мы ни старались сегодня сказать об этом до конца, у нас до конца не получится, потому что нет еще конца истории. Наверное, это произойдет чуть в ближайшее время. А какой конец может быть его истории? В принципе, речь должна идти о излечении болезни. Мы сейчас уже говорим о том, что она может быть переведена в хроническую форму. И в этом смысле это уже огромнейший успех. А можно ли ее вылечить, излечить так, чтобы она больше не вернулась? Это пока загадка. Это пока загадка. И здесь я не знаю, что можно еще сказать очень важного для нас. Наверное, то, что вот эта острота соперничества двух направлений может дать очень большие плоды для системного лечения. Хотя у каждого направления есть и свои сложности, недостатки и побочные действия, которые ограничивают применение этих методов лечения. И под названием иммунотерапия, что очень нравится пациентам, на самом деле это достаточно грозное лечение. У них разные профили безопасности у этих направлений. Но все это мы уже знаем с вами, все это мы проходили сегодня. И поэтому мне кажется, что, вот здесь я уже начал об этом говорить, что существует в среде пациентов субъективное ощущение. Допустим, если он слышит термин иммунотерапии, ему он нравится. А если он слышит термин химиотерапии, он категорически против. Но таргетная терапия, это как бы такое, есть интрига в этом названии. Хотя и иммунотерапия, и таргетная терапия с точки зрения побочных профилей достаточно серьезные вещи. И как избавиться от этого, это, конечно, было бы тоже большой задачей.